Приветствую вас, аноним. Я скажу два слова. Две недели. Две недели именно тот период, за который вам необходимо собрать все имеющиеся информацию о этих днях. Все имеющиеся информацию, касаемо ваших переживаний в эти дни, все имеющиеся информацию, касающуюся эмоций в эти дни, и все имеющиеся информацию, которая касается желаний в эти самые дни. Несмотря на ярко выраженный, казалось бы, сексуальный контекст вашего вопроса, я все же думаю, что речь идет больше о каких-то других, возможно, не сексуальных происшествиях. Ну, которые отреагировались вот так. Это может быть и аутоагрессия, это может быть и перенос, и что-либо, и что-либо еще. Но, чем бы это ни было, это однозначно не выдадено. То есть, по сути, сублимация. То, что вы делаете, это сублимирование. Сублимирование чего-то. Не обязательно сексуального. Поэтому с этим вам необходимо определиться, и в этом направлении вам необходимо двигаться. Еще раз повторю, две недели, это тот период, за который вам нужно собрать всю информацию о своей психологической деятельности. Включая чувства, эмоции, желания, ощущения, переживания. И обо всем этом, за то, что случилось в эти две недели до этого события, поговорить. Поговорить искренне, поговорить откровенно, поговорить не стесняясь. Вот. И я думаю, что причина будет так или иначе известна. Вопрос зависит от вашей честности. Вот насколько вы будете сами с собой честны, и вот настолько и получится у вас это понять. Я понимаю ваше состояние, я понимаю ваше недоумение, я понимаю ваш, может быть, даже страх, который вы испытываете. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это прямо ненормально. Я бы сказал, что что-то происходит, это в некоторой степени хорошо. Это говорит о том, что ваша энергия не сидит внутри вас, она пытается найти выход. Это здорово. Но, также это означает, что энергия, пытается найти выход, не выходит напрямую. А это, так или иначе, будет нести вам возможное удовлетворение. Поэтому, значит, мои рекомендации будут именно такими. Я надеюсь, что вам они помогут, помогут решить свою проблему. Вам я желаю всего самого доброго, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве самого лучшего, не пугайтесь, не торопитесь заносить себя в больные, не торопитесь ставить себе диагноз и так далее. Удачи вам, всего самого доброго. Продолжение следует...